МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, новый день встречаем вместе. Это программа Утренний Фрэш, и я ее ведущий Павел Михно. В этом выпуске я расскажу, какие фильмы и передачи предлагает зрителям телеканал Белорусский Терегомель на новую рабочую неделю. Также познакомлюсь с другими интересными фактами и немного поговорим о том, как провести летнее время и об определении долей в праве собственности на жилое помещение, приобретенное с государственной поддержкой. Традиционно для начала немного о погоде. В первый рабочий день на этой неделе на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха составит 29 градусов тепла, ветер юго-восточного направления скоростью до 5 метров в секунду. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управлений и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 19.20. Номер телефона прямого эфира 34-00-43. Тело человека – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, не вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». В ближайшем выпуске и передаче речь пойдет о варикозном расширении вен. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» завтра в 19.30. Со вторника по пятницу в 2025 смотрите сериал «Савва Морозов». В четырехсерийном фильме речь идет о действительно уникальном историческом материале рубежа эпох. Когда призрак революции бродил по всей Европе, а миром и войной, цивилизацией и культурой распоряжалось всего десятка-два олигархов. Савва Морозов как раз один из них. Есть много версий его биографии, но все они – вариации одной легенды. История о Савве Морозове – это легенда о его баснословных миллионах, вложенных в театр Станиславского и в революцию, его трагической, но при этом и счастливой любви, его загадочной смерти, инсценированной под самоубийство. Далее немного о культурных новостях Гомеля. В башне Дворца Румянцевых и Паскевичей открыта мини-выставка «Лаковая миниатюра» Анны и Александра Осиповых. Она посвящена 90-летию со дня рождения художника. В экспозиции «Шкатулки» и «Панно» любимыми темами гомельских художников были народные обычаи и обряды – былины, сказки и песенные мотивы. Большое место в их творчестве занимала иконопись. Работы мастеров экспонировались на крупнейших международных выставках, а теперь гомельчане могут познакомиться с экспозицией, в которой представлены произведения из собрания музея и частной коллекции семьи. В Гомельском молодежном театре репетирует спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова. Этой премьерой театр завершит 28-й сезон. Может ли один человек изменить мир внутри и вокруг одной семьи, если семья этого не желает? Что может быть мучительнее вопросов о смысле собственной жизни самому себе? Ответ на эти и другие вопросы в новом спектакле. Его герои много думают и говорят, а еще много спорят. Но в споре не рождается истина, потому что это – спор-борьба, старой жизни с новой, в котором никто не слышит друг друга, но обязательно находятся виноватые. Премьерные показы запланированы на 6 и 7 августа. К другим интересным новостям скрытое изображение обнаружили под картиной «Натюрморт Пабло Пикассо». Ученые просветили картину и увидели, что под верхними слоями краски скрывается рисунок. На нем кружка, кувшин, какой-то прямоугольный предмет и что-то похожее на столешницу или сидение стула. Мастер нередко закрашивал изначальное произведение, но, как правило, сохранял фрагменты, которые затем включал в новую работу. А в случае с «Натюрмортом» он покрыл полотно толстым слоем белой краски и создал совершенно другое изображение. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Адвокат Екатерина Плотникова расскажет об определении долей в праве собственности на жилое помещение, приобретенное с государственной поддержкой. Не переключайтесь. Данный вопрос очень часто возникает, когда супруги желают разделить совместно нажитое имущество, приобретенное в браке. Как правило, недвижимое имущество, коим является жилое помещение, подлежит разделу между супругами в равных долях. Это общее правило, которое закреплено кодексом о браке и семье. Зачастую, приобретая жилое помещение, супруги в период брака оформляют льготный кредит, либо зачастую выдается льготному кредиту также еще и безвозмездная субсидия на возведение строительства жилого помещения. В данной ситуации сохраняется также общее правило равенства долей между супругами, и в случае раздела такого жилого помещения доли супругов будут признаваться равными, если речь идет просто о приобретении жилого помещения с привлечением льготного кредита. Иное правило, иной порядок может действовать в том случае, если на приобретение жилого помещения также была выделена безвозмездная субсидия. В данной ситуации во внимание необходимо принимать также весь состав семьи, на которых была начислена данная безвозмездная субсидия. Нормы постановления Пленума Верховного Суда говорят нам о том, что для того, чтобы определить долю в праве собственности на жилое помещение, которое было приобретено с привлечением безвозмездных субсидий, необходимо принимать внимание всех членов семьи, с учетом которых была начислена данная субсидия, которые имеют право также обратиться для определения их доли в данном жилом помещении. Поэтому для того, чтобы правильно рассчитать долю в жилом помещении, на которую была выделена безвозмездная субсидия, нужно знать фактическую стоимость строительства жилого помещения, размер льготного кредита, размер собственных средств, которые были вложены в строительство либо приобретение жилого помещения, а также непосредственно сам размер безвозмездной субсидии. Как провести летнее время с пользой и своими идеями на этот счет, мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно, недорогих видов досуга. Добрый день, я Дмитрий Трусов, я представитель общественного движения «Велогомель». Я занимаюсь развитием велосипедного движения и велотуризма в том числе. Приблизительно с студенческого возраста я начал этим интересоваться, более старшее поколение рассказало про велотуризм, и с этого момента, можно сказать, и началась такая активная жизнь, когда не представляешь свою жизнь уже без велопоходов или похода выходного дня. Полезно, потому что, во-первых, это здоровье, вы не сидите в машине, не едете в поезде, вы постоянно нагружаете свой организм удобной для вас нагрузкой, вы выбираете тот маршрут, который вам интересен, он может быть красив, интересен, безопасен. Есть различные группы в ВКонтакте, например, в Фейсбуке, где люди компонуются по своим интересам. Это может быть группа «Велогомель» наша, это может быть группы БФСО, это походы, они могут быть водные, пешие, велосипедные, то есть люди, опять же, ищут таких же людей, идейных, интересных по своим интересам. Хотелось бы пожелать всем гомельчанам и гостям города, чтобы вы просто больше путешествовали, больше узнавали свою родную страну, ну и, опять же, ездили за пределами нашей страны. Это очень интересно, очень классно, узнавайте новые места, узнавайте новых людей и ведите здоровый образ жизни. Как всегда, Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Павел Михно. Новая рабочая неделя в самом начале, пусть она пройдет легко и спокойно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова